Тут у меня кое-что безумно крутое, безумно интересное от завода Ижмаш. В общем, такой своеобразный, крайне любопытный экземпляр. Не буду вас мучить, сразу покажу. Сразу для тех, кто не в теме, это ММГ, то есть макет массогабаритный. И он не стреляет, это исключительно коллекционный, наверное, подарочный, не знаю, сувенирный образец. Сейчас поймете почему. И да, кстати, если вы не можете его себе позволить, в принципе, как и я, да, он дорогой, не нужно об этом писать в комментариях, ребят. Я тоже себе не могу его позволить, но ничего не поделаешь, если мы будем каждый, не знаю, продукт оценивать своим кошельком. В общем, это бессмысленно. Вставляется он в замечательной картонной коробке. Кто-то меня упрекнул, что я хочу там в дорогое изделие получить нормальные упаковки, а мы получаем его вот так вот, вот так вот. Вот так вот. В комплекте у нас, помимо самого макета массогабаритного, будет такой вот бекелитовый магазин. Да, это настоящий магазин. Его тут немного прям подзадушили до 10 боеприпасов, просто по закону, и отполировали ему пятку красиво. Ничего не скажешь. Так, далее у нас еще в подарок идет такой вот пенал. Пеналище. Настоящий пенал прям. Я к нам в настоящем автомате. И они оставили только выколотки для разборки и убрали ёрщики, ну, чтобы над нами не издеваться. Потому что, когда вы получаете макет, либо холощное оружие, у которого ствол глухой, как в нашем случае, либо со штифтами, но это выглядит как издевательство. Здесь они додумались их вытаскивать. Хотя могли бы и положить, но, в общем, не знаю, как к этому относиться. В общем, у вас есть доп. Так, и паспорт-инструкция абсолютно бесполезная. Не знаю, для кого она больше, знаете, ну, вот, типа, бла-бла, бла-бла. Куда нести в случае поломки непонятно. Как, куда и что, для чего, никто не знает. Первое. Это новодел. То есть, это не охолощенный, не некогда лежавший там образец на складе. Это вот прям новодел. Его прямо с самого начала делают на линиях. И, кстати, ещё есть слух о том, что СХ оружие и ММГ это оружие бракованное. Да нет, если не всегда так, забарковать сразу целый автомат очень сложно. Да и довольно дорого. Ещё и переделывать за это деньги проще выкинуть или переплавить. Как правило, СХ и ММГ на самом деле, ну, новодельные, делают на линиях, делают осознанно и делают достаточно качественно. Так, насчёт новодельности нашей. Видно, да, что в идеале у нас приклад. Вот прям люкс-люкс. Прям новенький-новенький. Рукояточка новая. Отполированный магазин. Вот здесь, кстати, видно, что не дополировали. Здесь он матовый, а тут поблёскивает немного, чувствуется. Видите, да? Поблёскивает. А здесь вот отполирован. Честно сказать, недополирован. Лучше бы вообще его не трогали. Смотрится... Смотрится плохо, честно скажу. Ну, разве что полированная пятка. Тут всё идеально отполировано. Цевьё новое. Вам, кстати, наверное, при разборке сейчас покажу ствол. Ну, в общем, вы видите, что это такое. Номера все совпадают. И самое интересное, это, наверное, наличие его до даёт подписи Калашникова. Разумеется, он сам этого не делал. Это лишь копия. Но, тем не менее, интересно. Также на коробке мы видим надпися МГАК-74 и клеймо Ижмаша. Давайте всё-таки разберём, попробуем. Тут мы видим примерно такую картину. Так, далее. Пружина. Ну, пружина такая же, как и на боевом автомате. Внутри всё в идеале. Беленькая, никакого ранения. Видим поршень. И вот поршень как раз и говорит о том, что это всего лишь новое дело. Эту деталь ставили... Не решили не полировать. Ставили как есть. Ударника нет. На рамы. Здесь у нас тоже наружная часть полированная, внутренняя не полированная. Газовая камера, кто не знает, сам не знаю. Шомпул полированный. Ствол является не стволом, а обыкновенной болванкой. То есть это литая деталь. Как видите, внутри нет никакой проточки. Нам это абсолютно никак не мешает. Единственное, что он будет дисбалансирован. Ну, немного потяжелее спереди, не знаю, граммов. Ну, может быть, на 200-300. В принципе, едва ли вы поймёте. Представьте, что у вас просто автомат со снаряжённым магазином. Собираем в обратном порядке. Давайте посмотрим, как он выглядит в руках. Прямо... Да, все механизмы, разумеется, работают. Можно поставить и предохранитель. Сымитировать взвод и спуск. Собирать и разбирать и так далее. Но, мне кажется, изделие не для этого. Изделие исключительно сувенирное. Для каких-то музеев подойдёт. В качестве стендового братца собирать и разбирать, наверное, не рекомендуется. Быстро затрепится и потеряет весь этот свой шарм. Для кино также, наверное, не годится. Ну, разве что, если вы не снимаете этот фильм про Павла Эскобара. В общем, очень интересный. Исключительно сувенирный образец. Для особых ценителей, коллекционеров или просто людей с деньгами. Можно порекомендовать. Исключительно сувенирный образец. 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 Исключительно сувенирный образец.